Доброе утро. С начала коронавирусной инфекции у нас 3963 положительных случая по коронавирусной инфекции. Из них за последние сутки 72 случая по городу Якутску 60, 4 в Нерунглинском районе и в ряде районов у нас единичные случаи, таких как Амгинский, Верхоянский. В целом, хочу сказать, что нам все-таки удается стабилизировать ситуацию по районам, хотя, конечно, есть случаи появления новых точек заражения, связанных, опять же, исключительно в первую очередь с завозом из города Якутска, через родственников, через приезжающих немобилизованных, через детей, приезжающих к родным на каникулы, возникают новые очаги. Но при этом хочу отметить уверенную работу оперативных штабов на местах, которые, работая вместе с оперативным штабом Республики, достаточно быстро эти очаги ликвидируют. На сегодняшний день у нас, к сожалению, 30 человек в тяжелом состоянии, 12 на аппаратах ИВЛ. Это нас тревожит, конечно же, и в первую очередь из-за того, что практически все это люди с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет. Мы проводим анализы на том же уровне, которым проводилось ранее. Мы за последние сутки порядка 3700 анализов почти проведено. Всего по Республике с начала инфекции у нас 206 тысяч анализов практически тоже проведено. Это в пересчете на 100 тысяч населения один из лучших показателей по стране. Еще раз подчеркну, благодаря этому мы выявляем, во-первых, достаточно большое количество людей и выявляем их на ранней стадии заболеваний. В целом, хочу сказать, что у нас выздоровевших тоже достаточно много. За последние сутки 79 человек выписалось уже из стационаров и после амбулаторного лечения. И у нас число выздоровевших сейчас превысило уже 70%. Это тоже, на самом деле, очень хороший показатель. Это показатель хорошей, серьезной, качественного уровня работы системы здравоохранения Республики. Коэффициент распространения инфекции у нас несколько сократился. Если неделю назад он у нас был там 1-2, потом 1-1, в районе единицы выше, то сейчас вот за последние дни он сократился до 0,87. Но при этом мы должны понимать, что о снятии второго этапа ограничений в тех районах и городских округах, где действует режим полной самоизоляции, мы можем говорить только, когда этот показатель стабильно уже в районе 0,8. Поэтому, к сожалению, пока еще мы этого предела, за которым по указаниям Роспотребнадзора мы можем начинать снимать ограничения и входить в второй этап, мы, к сожалению, пока не можем. И здесь, конечно же, надо, еще раз повторюсь, и на местах, и в городе всем строго соблюдать и противоэпидемические меры, санитарные меры надо соблюдать, ну и, конечно, вот те меры ограничительного характера, которые на этих территориях действуют, конечно же, должны будут строго соблюдаться. Спасибо.